С вами вернуться к этому вопросу, не вернуться вернее, а затронуть этот вопрос, о том, что на этой неделе со стороны Республики Беларусь, руководства Республики Беларусь, постоянно муссировалась тема о том, что Украина составляет угрозу, что на границе с Республикой Беларусь большое количество войск и о том, что там якобы НАТО пытается через Украину провести мифическое НАТО, потому что НАТО не имеет такого органа, в котором решались бы такие вопросы, о том, чтобы сместить руководство Республики Беларусь и поставить там каких-то других людей, это практически невозможно. Ну, это просто Лукашенко во сне, он дует коров там, да, и у него все уже осмеялись по этому поводу, да, поэтому мы даже уже можем практически об этом не говорить, но, в общем, все понятно. Но Путин все-таки, чего-то там он, мне кажется, задумал к саммиту НАТО, потому что он опять говорил про ядерку, он говорил про новые ракеты, про изменение ядерной доктрины во Вьетнаме говорил, то есть он какую-то гадость он там себе в голове держится. Согласен, Сергей, что-то вызывает определенные опасения, но тем не менее, на сегодняшний день линия фронта более-менее стабильная, нет никаких прорывов ни в другую сторону, там немножко на Донбассе продвигаются российские войска, но продвижение настолько несущественное, что говорить о каком-то переломе не имеет никакого смысла. Тем более, что потери огромные, там по тысяче больше, чем тысяч человек в день продолжается, то есть наступление на самом деле идет российское, то есть попытки наступления продолжаются, потому что вот такие потери, это всегда говорит о том, что Россия наступает. Да, безусловно, наступление идет, потери огромные, то, что эти потери не восполняются без мобилизации, об этом знают все без исключения, это все понятно, мобилизацию не будут проводить в ближайшее время, но я имею в виду в краткосрочной перспективе, это тоже понятно, даже если провести мобилизацию для того, чтобы подготовить людей, бросить их на фронт, это должно пройти какое-то время, можно бросить неподготовленных, но это, как уже показала практика, ничего особо не меняет, нужны люди подготовленные, для того, чтобы подготовить это опять-таки несколько месяцев, эти несколько месяцев нас подводят к зиме, и опять-таки мобилизации нет, и до сентября она точно не предвидится, ну, по крайней мере, если не будет ничего экстраординарного. Применять ядерное оружие, теоретически, наверное, российское руководство, теоретически, еще раз повторяю, могло бы, если бы были какие-то успехи со стороны Украины, это можно было как-то обосновать, да, ну, там, прорывом и... Но Путин, видите, обосновывает, он выдвигает мнение такое, что американцы за спиной, значит, ведут якобы разработку нового оружия сверхмалого, и это требует изменения ядерной доктрины Российской Федерации. Ну, да, можно говорить что угодно, и можно менять доктрину, но применить, надо применять ядерное оружие. Я понимаю, что у российского руководства чешутся руки, бывают, и очень хочется некоторым из политиков и представителей, скажем так, военного блока и части силового применить ядерное оружие, но для этого нужны какие-то большие события, да, которые грозят действительно какой-то, ну, по их мнению, хотя бы даже по их мнению, катастрофой. На сегодняшний день такая ситуация не складывается на фронте. На сегодняшний день ничего, к чему сейчас применять? Ну, вот ситуация более-менее стабильная, напротив. К чему? Нет непрорыва. Ну, да, он говорил о стратегическом поражении. Стратегического поражения в Российской Федерации нет. Стратегическим поражением пока не пахнет вообще, даже близко. Поэтому говорить о том, что вот сейчас, ай-яй-яй, что-то происходит сейчас, мы как применим и тогда уже победим, но это глупо. Глупо, ничего такого не происходит. И более того, если вдруг каким-то, опять-таки, чудесным образом, абсолютно теоретическим, какое-то такое решение будет принято, оно абсолютно ни к чему не приведет, только приведет действительно к стратегическому поражению. Потому что подключатся другие страны, потому что откажут в поддержке, скорее всего, Индия. Не знаю, как Китай, не буду уверять. Я думаю, что и Китай займет более жесткую позицию. И Китай. И мы видим сейчас, вы знаете, вот парадоксальным образом, ну, либо не парадоксальным, тут уже можно рассаждать по-всякому, могут сойтись, если вдруг, еще раз подчеркиваю, возвращаясь к началу нашей программы, если Трамп выигрывает выборы, они могут с Си Цзиньпинем сойтись на каком-то плане, которые будут и со своей стороны Трамп, с другой стороны Си Цзиньпинь пытаться, значит, навязать обеим сторонам. Обеим сторонам. Ну, и такое тоже возможно. И тогда это, конечно, будет и для одного, и для второго более сильная оппозиция, и могут тогда, конечно, о чем-то говорить и договариваться. Пока никаких перспектив, еще раз подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив у российского руководства применять ядерное оружие нет и быть не может. Я понимаю общий накал страстней, потому что действительно саммит НАТО, действительно постоянная риторика со стороны российского руководства. Мы уже даже не упоминаем Медведева, который признался, да, честно и откровенно, на Петербургском юридическом форуме о том, что все его посты, это, ну, он, по-моему, даже прямым текстом сказал, что он вынужден писать ахинею, чтобы напугать, потому что он считает, что надо важной частью кого-то пугать. Ну, мы все это прекрасно понимали, потому что, ну, бред сивой кобылы, извините, и сивого мира, вернее, ну, так невозможно даже слышать. Ну, Путин для него всегда отводил такую роль клоуна, и это проблема такая экзистенциальная лично для товарища Медведева. Но это его проблема, это не наша проблема. Субтитры создавал DimaTorzok